Всем привет! Начались рабочие будни, но это вовсе не повод грустить, ведь праздники продолжаются, а значит предстоящие выходные можно провести весело и интересно. А как именно, мы вам сейчас расскажем. В новом 2020 году нашу столицу украсили по-особенному прекрасно. Москва превратилась в настоящий сказочный город. Она вся блестит, переливается и играет всевозможными яркими красками. Если за январские каникулы вы не успели съездить в Москву прогуляться, то сейчас самое время. Ведь вся праздничная программа, а также украшения будут радовать жителей и гостей до 12 января включительно. Предлагаем вам прогуляться по центру. Начинаем прогулку с театральной площади. Здесь середина 19 века находился самый крупный в Москве елочный базар, на который за праздничными деревьями съезжали со всего города. В этом году у Большого театра расположились красивые арки в узорном стиле скань. Гигантский новогодний шар, на фоне которого получаются прекрасные фотографии. Недалеко отсюда, за зданием ЦУМа, потрясающая арка из новогодних огней и выставка дизайнерских елочек. Затем маршрут следует в сторону Манежной площади. Это центральная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». Здесь москвичи и гости столицы могут прогуляться по настоящему новогоднему лесу из 130 елок, полюбоваться 20-метровой елью, над которой нависает шатер из новогодних огней, а у дороги невероятной красоты арка. Очутившись в самом сердце столицы, на Красной площади попадаем на Рождественскую ярмарку. Главный и самый красивый каток страны – карусели, а также любуемся космической елью. Продолжится прогулка на Никольской улице, над которой нависает огромное звездное небо. Пройдя на Лубянскую площадь, можно увидеть масштабную композицию с шатром из множества гирлянд. Далее следуем через новую старую площади в сторону парка «Зарядье», проходя мимо огромных световых тоннелей. В парке расцвело поле неоновых одуванчиков и появились яркие световые шары. Прогулка завершается на парящем мосту, откуда открывается панорамный вид на новогоднюю Москву. У нас тоже есть чем заняться. Например, отправиться покататься на коньках на ледовую арену имени Владислава Третьяка, которая находится по адресу улица Фабричная, дом 4. Так как школьные каникулы еще не закончились, организаторы добавили дополнительные сеансы льготных катаний. На этой неделе добрый час пройдет в субботу 11 января с 12 до 13.00. Также вас ждут часы массового катания. В субботу с 18.15 до 19.15, а в воскресенье с 16.15 до 17.15. Напоминаем, бесплатно каток могут посещать многодетные семьи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, ветераны, пенсионеры, школьники и студенты. Воскресенье по адресу улицы Комарова, 10А пройдет игровая программа для детей под Старый Новый Год. Вас ожидают веселые песни, танцы, а значит отличное настроение. Приходите и начало в 12 часов дня. В субботу 11 января в универсальном спорткомплексе Подмосковья пройдет первенство России по мини-футболу среди команд клубов высшей лиги конференции «Запад» из зоны 2020 года. Команда «Газпром Бурей» и «Щелково» выйдет на поле сразиться с командой «Оргхим» из Нижнего Новгорода. Кто в этом поединке станет победителем, узнаем совсем скоро. Начало в 12.00, вход свободный. А что на этой неделе в кино? Начнем с нового детективного триллера итальянского производства, снятого по мировому бестселлеру «Девушка в лабиринте», который вышел в прокат с 9 января. Сюжет нам расскажут о девушке по имени Саманта, которая просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Она дезориентирована и ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет испуганной девушке, что ее похитили 15 лет назад. Каким-то чудом Саманте удалось бежать, и теперь психологу нужно проникнуть в ее разум, чтобы найти похитителя. Историей Саманты также занимается частный детектив, для которого поиски похитителя, таинственного человека в маске, должны стать последним делом жизни. Попытка разгадать тайну девушки превращается в гонку в лабиринте, где каждая подсказка может стать ловушкой, а за каждой дверью может таиться смерть. Также с 9 числа вы можете посмотреть новый анимационный фильм «Камуфляж и шпионаж». Супершпион Лэн Стерлинг лучший в своем деле. Он способен проникнуть на любой объект, победить любого злодея и увлечь любую женщину. В опасной профессии ему помогают разные гаджеты. Но человеческая форма не самый идеальный вариант для шпионажа. И верный помощник шпиона-изобретатель Уолтер придумывает решение и превращает Лэн Стерлинг в голубя. Ведь этих городских птиц никто не замечает, а следовательно, они могут следить за кем угодно. Только вот Лэн Стерлинг такой поворот не устраивает. Сегодня на этом все. С вами, как и всегда, была Мария Буржинская. Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин